В эфире студия Репортер. Меня зовут Валерия Володина. Здравствуйте. Уже практически наступила зима. Коммунальные службы готовятся активно к этому периоду. В частности, спасатели проверили технику и готовят пункты обогрева. Подробнее об этом нам расскажет начальник пресс-службы областной ГСЧС Андрей Мельник. Здравствуйте. Здравствуйте. Какую технику проверяли и достаточно ли ее? Да, зима у нас, скажем, уже наступает. Поэтому мы, как и все службы города и другие службы города и области, мы, естественно, проверили свою технику. Проверили не вчера, не позавчера. Это было сделано уже давно. Длительный процесс. Да, такой процесс подготовить, чтобы техника была в полном порядке. И та, которая действующая, то есть, которая стоит в боевом расчете, ее перевели на, скажем так, на зимний период. И та техника, которая принимает участие непосредственно в зимнее время в расчистке дорог, помогает дорожным службам. И та, которая выезжает, скажем так, на такие передвижные пункты обогрева. То есть, проверили всю технику. Техника в полной боевой готовности. Личный состав готов к действиям по назначению. То есть, все это готово. Поэтому, собственно, мы к зиме готовы. Теперь ждем, когда только придут морозы или не придут. А новая техника в этом году какая-то приобреталась? И вообще она как-то обновляется каждый год? Или, в принципе, справляемся с тем, что есть? В этом году мы получили новую технику. Это, скажем так, пожарная техника. Поэтому она сейчас состоит на вооружении. Подразделение города Одессы выезжает ежедневно на пожары. И в том числе и сегодня в ночном пожаре принимало активное участие в тушении пожара в городе Одессе, в Мальновском районе. Поэтому техника готова к зиме. То есть, все, что необходимо, все, что будет необходимо с нас, с Главного управления ГСЧС, как в городе Одессе, так и на местах, в районах, все необходимое будет предоставлено для помощи нашему населению. Вы уже заговорили о масштабном пожаре. Что известно на сегодняшний момент? Ну, причины пожара на данный момент устанавливаются. Там был ряд проблем. Позднее оповещение. И практически отсутствовали пожарные разрывы между помещениями. Поэтому пожару был присвоен, это редкость для нашего региона, пожару был присвоен ранг номер три. Работало 19 единиц техники. А сколько всего рангов? Их еще больше. Не будем их называть. К ним лучше вообще не касаться. Ну, чтобы просто понимать, насколько это серьезно. Это серьезный был пожар. 19 единиц техники принимало участие и 90 человек личного состава. Там была достаточно серьезная площадь возгорания, да? Да, была серьезная площадь возгорания. В районе двух тысяч квадратных метров складские помещения. Но сработали отлично. Пожару не дали распространиться. То есть, скажем так, сработали. Поэтому техника готова, к зиме готовы. Ну, а дальше будем действовать уже по обстоятельствам, по погоде, как говорится. Возвращаясь к подготовке к зиме, пункты обогрева. Это будут мобильные или стационарные? Вообще, сколько их будет? Ну, по стационарным пунктам обогрева есть уже, озвучили и городские власти, и областные озвучили, сколько этих будет пунктов обогрева. Мы готовы предоставить наши передвижные пункты обогрева. Они готовы. Они находятся в аварийно-спасательном отряде нашем. В общем, пункты обогрева передвижные, которые находятся в наших отрядах в области, это в Белгород-Днестровском, в Измаиле, в Раздельной и в Подольске. Они тоже готовы к работе. То есть, в случае необходимости, в случае распоряжения, какого-то распоряжения и главы Одесской областной администрации, и города Одессы, мы готовы выехать и помочь людям, разместить эти пункты и оказать помощь населению в той или иной точке. Например, это были те заторы в области, снежные заторы, где достаточно много находилось и техники, и тем более людей. Им надо было помочь. Это и стационарные пункты обогрева, которые будут вызначены главами районных администраций, в том числе и городским головой. Поэтому все, что нужно будет с нас, такие передвижные пункты обогрева, мы будем готовы предоставить в любое время, когда поступит команда. А вот на практике, как правило, в каких случаях пользуются этими мобильными? Ну, раньше было, мы выставляли и палатки в городе Одессе для обогрева, что касается области... Просто приезда пониженной температуре? Да, температура минус 10 градусов. Вот в этом году будут, не будут, мы не знаем еще. В области это передвижные пункты, это кунги такие, где можно обогреться. Это был такой случай, вернее, этой зимой, в этом году это было, то есть прошлой зимой, но в этом году, когда на измаильской трассе там был большой затор, вот, там и пригодились и стационарные пункты обогрева, и передвижные пункты обогрева, помогли людям, и там через несколько дней простояли там в заторе, и потом и там совместными усилиями, там и пограничники, и дорожные службы, и местные органы власти, и мы, то есть и полиция, совместными усилиями нам удалось вывезти этих людей в город Измаил, такой большой колонны, там порядка 200 человек, по-моему, очень много техники, вывезти колонны без пострадавших, без травмированных, то есть вывели людей, вот, и люди разъехались по домам в полном здравии. В рамках подготовки к зиме также проводятся профилактические беседы в школах, как это проходит, как часто это проходит? Это проводилось, проводится и будет проводиться, пока мы работаем, пока существует наша служба. То есть это регулярный процесс? Это проводится регулярно, несмотря ни на какие события, которые происходят, то есть работа с населением профилактическая проводится, это и подворовые обходы, это работа в школах, это работа в детских садиках, в трудовых коллективах, и работа и в высших учебных заведениях, такой вот провели буквально вчера в одном из высших учебных заведений, провели из эвакуации, из правил пожарной безопасности, и как правильно использовать огнетушитель, и правила, как о правилах поведения в зимний период, то есть все, что можно было, мы вкратце рассказали, потому что достаточно люди, взрослые студенты, они уже о них знают, им оставалось только напомнить, вот эта работа проводится, будет проводиться, это и наглядная агитация, это всевозможные какие-то ролики, но все, что можем, мы внедряем в население. К сожалению, не всегда это помогает, последний случай, это уже, скажем, холодный период, это Староказачье, село Староказачье, Белгород-Днестровского района, где погибло двое детей, двух-четырех лет, семья неблагополучная, это факт, и, ну, тут уже, видите, в этом случае жалко детей, потому что родители, которые бросили детей дома, оставив их в летней кухне, еще с включенной духовкой, причина еще будет, причина еще выясняется, но на месте то, что было обнаружено, это и духовка, и такие случаи уже были, когда духовками, старыми духовками обогревались. Просто включают газ? Да, включают, нет, духовка электрическая, электрическая от газа тоже была, газ тоже часто включен, да, включают, он гаснет, потом воспламедение, возгорание, взрыв, это электрическая духовка, ну, еще причина там, окончательная причина будет выяснена. Но, вот, предварительная есть такая, оставили двух маленьких детей, два таких вопиющих нарушения, это использование для обогрева электроприбора, который для этого не предназначен априори, то есть, ну, тут уже, что тут уже рассказываю, не рассказываю, уже не знаю, что тут делать. И второе, это оставили двух маленьких детей, одних дома. Ни в коем случае, то есть, даже если это и хорошая семья, допустим, благополучная семья, в доме все хорошо, соблюдаются все правила пожарной безопасности, детей одних в таком возрасте оставлять нельзя. Вот, поэтому два вопиющих таких нарушения, которые привели к тому, что мы имеем действительно трагический случай, детей нет, поэтому вот мы обращаем внимание родителей, категорически не оставлять детей одних дома, тем более с включенными, пускай это даже не обогревать, а телевизоры, я не знаю, там, что еще, те же холодильники, телевизоры, еще какие-то предметы, электроприборы какие-то, потому что любой электроприбор имеет свойство, вдруг вот замкнул, вот такое. Взрослые, естественно, быстрее ориентируются в случае необходимости, в какой-либо ситуации, связанной с возгранием, еще с чем-то, чем дети, допустим, двух, трех, четырех, пяти, шести лет, семи даже, десяти лет. То есть, поэтому мы еще раз на это обращаем внимание, вот, продолжаем эту работу, не останавливаемся и будем продолжать и зимой, и близится Новый год, но это уже тема ближе к Новому году, пиротехники и льда. На это уже обращаем внимание в этих беседах, потому что с появлением точек продажи вот этих пиротехнических средств, которые вот уже не за горами, скажем так, усиливается стрельба по городу, скажем так, вот эти взрывы, не стрельба, взрывы. Ну и на Новый год, как всегда, петарды, салюты, ну это отдельная тема для разговора. Но на это все мы уже обращаем внимание. Вообще, с началом отопительного сезона участились случаи, когда вызывают Вашу службу? Больше у Вас работы стало? Ну, с началом зимнего периода увеличивается количество случаев пожаров, в жилом секторе. То есть летом больше, скажем, на открытой местности, зимой, да, и мы готовы к этому, потому что, несмотря на ту работу, которую проводим, и мы совместно, эта работа совместная с местными органами власти, совместно с сотрудниками национальной полиции, работниками социальных сфер, то есть, тем не менее, эта статистика на зиму количество пожаров в жилом секторе увеличивается. Ну, естественно, вызовов туда. Ну, мы реагируем на все, но единственное, что просим, все-таки, соблюдать меры безопасности, особенно, это касается, в первую очередь, многодетных семей, неблагополучных семей, и людей пожилого возраста. Вот, обращаем категорию, ну, и все остальное население тоже. Что касается проверки социальных учреждений на соблюдение правил пожарной безопасности, продолжается ли эта проверка? Сколько уже проверили? Или она уже подходит к концу? Проверки продолжаются. На сегодняшний день проверено порядка 1400 объектов, порядка 1400 объектов из 1692, то есть уже идет к концу эти проверки, наложено где-то порядка 1500 штрафов, скажем так, точную цифру, в пределах штрафов на руководителя этих объектов или на тех лиц, которые ответственны за пожарную безопасность. Вот, и порядка 90 исков подана в суд на частичную или полное закрытие этих объектов. Уже суд будет, скажем так, решать, закрывать, не закрывать, потому что на те объекты, где действительно вопиющие случаи, такие, скажем, несоблюдение правил пожарной безопасности. Много таких объектов? Их хватает. Их хватает. Я думаю, что окончательно такой вот резюме этому всему, итог будет подведен по окончании проверок и озвучит, я думаю, и руководство главного управления, начальник главного управления и губернатор подведут итоги этого всего. Но действительно очень много нарушений. Но можно предположить, что это учреждения, в которых пребывают дети. Это и дети, это и больницы, это и дома инвалидов. Все, что проверяем, везде есть эти нарушения. А какие нарушения, как правило, чаще всего? Отсутствие системы пожаротушения, отсутствие системы сигнализации, отсутствие противопожарной обработки деревянных конструкций, крыш, допустим, внутренние водопостащания, это внешние водоемы, которые находятся либо в неудовлетворительном состоянии, либо они вообще отсутствуют. Обращаем внимание на самые элементарные соблюдение правил, это хотя бы, скажем так, эвакуационные выходы, чтобы были в порядке. В случае необходимости можно было эвакуироваться, чтобы они не были закрыты, захламлены и находились в нормальном состоянии. Это и планы эвакуации, это инструктаж с сотрудниками учреждений, с детьми, допустим, с руководством этих учреждений, то есть самые-самые-самые элементарные правила. Все, что можно, мы даем еще рекомендации по устранению, то есть во время проверок еще устраняются некоторые недостатки, это тоже большой плюс. И глава областной администрации обращал на это внимание, что на это деньги не надо, то, что устранить во время проверки самые элементарные правила противопожарной безопасности, и которые должны соблюдаться. А уже потом, по мере поступления денежных средств, мы уже будем устанавливать и системы пожаротушения, и системы сигнализации, и там ряд вопросов. Вот на данный момент соблюдать самое элементарное. Вот на это мы обращаем внимание, и параллельно, естественно, идет обучение, идут такие тренировочные эвакуации, это и показ и пожарной техники с элементами боевого развертывания, то есть наши сотрудники показывают, то есть по мере возможности тоже, потому что мы не можем в каждой школе, в каждом садике, в каждом учреждении это дело демонстрировать. Но стараемся провести такую эвакуацию в каждом учреждении, для того, чтобы люди знали, куда везти, куда выходить самим, куда везти детей, куда везти больных, то есть как правильно действует то или иное ситуация. На это обращаем внимание. Ну вот делаем все возможное для того, чтобы надеяться, что это даст положительный результат. Ну, наверное, уже дает положительный результат. На это надеемся. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию. Я напоминаю, что у нас в гостях был начальник пресс-службы областной ГСЧС Андрей Мельник. Меня зовут Валерия Володина. Берегите себя. До встречи на репортере.